Урок 17. Задача первая. Упростите выражение. Надо раскрыть скобки, а затем привести подобные слагаемые. Как раскрываются скобки? x надо умножить сначала на первое слагаемое во вторых скобках, потом на второе слагаемое. Минус 2 умножается на первое слагаемое, затем на второе слагаемое. Что получится? x квадрат плюс 3x минус 2x минус 6. Раскрываем скобки дальше. Будет минус x квадрат минус x. Теперь здесь тоже умножаем на первое, потом на второе, а затем плюс 5 надо умножить на первое и на второе. Что получится? Плюс x квадрат минус x плюс 5x минус 5. Теперь надо привести подобные слагаемые. Можно заметить, что x квадрат и минус x квадрат в сумме дадут 0, взаимно уничтожаются. Значит, останется x квадрат. Будем записывать в порядке убывания степеней. Так, с множителем x плюс 3x минус 2x минус x минус x и плюс 5x. Получится плюс 4x. Кроме того, есть еще числа минус 6 и минус 5. Их сумма минус 11. Таков ответ. x квадрат плюс 4x минус 11. Задача вторая. Верно ли равенство? Надо раскрыть скобки, то есть выполнить умножение одного многочлена на другой. Затем привести подобные слагаемые и посмотреть, получится вот такое выражение или нет. Как умножается один многочлен на другой? Значит, m в кубе надо умножить на m в кубе на плюс 3m на плюс 1. Затем минус 3m умножается на каждое слагаемое во вторых скобках. Ну, а затем еще надо умножить плюс 1 на каждое слагаемое во вторых скобках. Получится вот такое выражение. Давайте упростим. 3m в четвертой минус 3m в четвертой. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Минус 3m и плюс 3m. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. А теперь давайте запишем в порядке убывания степеней. m в шестой. Затем 2m в кубе. Затем минус 9m в квадрат и плюс 1. Значит, получилось вот такое выражение. Выражение получилось другое. Не такое. Не м в шестой плюс 1. Значит, данное равенство неверно. Задача третья. Даны три последовательных натуральных числа. Квадрат первого числа на 26 меньше произведения второго и третьего. Найдите второе число. Давайте первое число меньшее обозначим за х. То, которое идет следом на один больше. Это будет второе число. А третье еще на один больше. Произведение второго и третьего на 26 больше, чем квадрат первого. А теперь давайте решим это уравнение. Значит, здесь надо будет раскрыть скобки. Будет х квадрат плюс 2х плюс х плюс 2. Затем надо упростить. 3х – это 24. Значит, х равен 8. А вопрос задачи – второе число. Второе число – это х плюс 1. Значит, второе число равно 9. Задача четвертая. Ширина прямоугольника на 2 см меньше его длины. Если ширину увеличить на 3 см, а длину на 4 см, его площадь увеличится на 32 см2. Найдите длину. За х см обозначим ширину данного прямоугольника. Длина на 2 см больше. Значит, вот это длина. И это вопрос задачи. Надо найти длину. Если ширину увеличить на 3, тогда ширина станет х плюс 3, а длину увеличить на 4, тогда длина будет х плюс 2 плюс 4 будет х плюс 6. И площадь увеличится на 32 см2. Значит, если из этой площади произведение ширины на длину вычесть эту площадь, ширина умножается на длину, то получится 32 см2. Раскрыть скобки, упростить, найти значение х, х равен 2, это ширина, а длина на 2 больше. Значит, длина 4 см. Задача пятая. Верно ли утверждение произведения любых трех последовательных натуральных чисел делится на 9? Нет, это утверждение неверно, потому что не любых. Например, 1 умножить на 2 умножить на 3. Значение произведения 6 на 9 не делится. Или произведение тоже любых трех последовательных натуральных чисел 2 на 3 на 4. Получится 24 на 9 не делится. Значит, данное утверждение неверно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...